Добрый вечер! Эдуард Суханов с капитанской повязкой, он сегодня 18-й. Левин что выдумает? Вот такой внешней стороной, но он мастер, конечно, таких вещей. Удар по воротам как-то не ожидал, по-моему, Фролкин. Даже что мяч будет влететь в сторону ворот, потому что такой скрытый выстрел получился. Неплохо, неплохо. Это Никита Разманов, да, приложился к мячу. Первый удар в створ ворот, наверное. Черноморец пытается теперь уже в левом, наверное, полуфланге найти свободную зону и находит. И вот сейчас может быть опасно удар по воротам. Ух! Такое ощущение, что сейчас мяч, как в фляжном футболе, ударившись вот эту вот как раз проплешину, резко изменил направление. И у Карабашева проблемы возникли. Как раз за ленинградцем. И Левин выдает хорошую передачу на Яковлев. Яковлев сразу будет кроссить. Да, сразу отдает. Пропуск. Здорово! И мяч практически с самый угол отправлял Маркин. Какая атака сейчас, а, получилась. И каков Разманов, да, который мяч пропустил. Класс. Ну и каков Даниил Фролкин еще, да, как он выудил этот мяч с дальнего угла. Сейчас нам будут показывать повтор. Во-первых, Левин отмечает, опять внешней стороны стопы делал эту передачу. Яковлев чуть ли не впервые в матчу так осознанно подключается к атаке. Ну и удар в одно касание. Абакаров. Ух, опасно как! Мяч в штангу попадает. Ничего себе. И продолжается атака. И будет угловой. Да, вот так вот неожиданно, да, ведь ничто вроде не предвещало. Мы спокойно с тобой рассуждали про Ленинградец в тот раз. Юрий Будагян 24-й, Дмитрий Коробов 77-й. Так у нас уже момент опасный. Ничего себе. Вот так вот Ленинградец с места в карьеру начал. Давайте досмотрим за этой атакой. Затем уже об остальном у нас угловой. Да, неплохо. Неплохо и пришлось Фролкину уже спасать в перерыве. Там действительно по три, по-моему, удара. Два в створ у одних и у других. Хороший момент может быть. Здесь надо сразу бить удар. И как же сейчас, наверное, везет Ленинградцу. Несильный удар получился в этом эпизоде у Абакарова. Смотри, снова Магомед Абакаров на стрие. Сейчас разменялись они позициями, такое чувство. Или он вот так с позиции, наверное, атакующего полузащитника вынырнул в атаку. И уже здесь Будагян с мячом. И дальше пошла передача. Ну что, свежий футболист. Ничего себе. Вот это да. А что у нас сейчас, штанга была или это Карабашев отбил? Я даже не понял. Там, по-моему, мяч в штангу от головы Колесниченко отскочил. По-моему, это рикошет был, который дезориентировал голкипера. Ну и Черноморец выдыхает после этого навала Ленинградца. Здесь, можно сказать, по-футбольному отскочили. Да, прям так и есть. И смотри, атаку хорошую проводят. И сейчас что будет? Да ладно! Вот это да! Это забитый мяч. И отправляются праздновать. И как же сейчас, конечно, по-хорошему. Здесь можно порадоваться за вот эту замену. Саадуев вышел, именно он решил. Ну и как жаль ленинградец. Да, вот только что они могли праздновать победу. И 88-я минута. 88-я минута! Да. Ну, слушай, ну мы все-таки не зря несколько раз по ходу эфира говорили, что такое чувство, что игра идет до гола. Нет, все. Все. И выбегает довольная скамейка Черноморца. Да, вот так вот Шамиль Саадуев, высший на замену на 62-й минуте, сумел в самой-самой концовке на 88-й отличиться.